Решаем сегодня тригонометрические уравнения сначала и в конце решим два показательных. Итак, уравнение вот такое, номер 8. Что мы видим? Мы видим, что у нас везде косинусы, но есть синус, причем синус в квадрате. Можем применить основное тригонометрическое отождество, то есть мы синус квадрат х заменим на 1 минус косинус квадрат у. Пишем 2 косинус х минус корень из трех, 1 минус косинус квадрат х равно 2 косинус в кубе х. Раскрываем скобки, а есть ли на это? Ага, смотрите, мы можем косинус вынести, у нас будет все одно и то же. Все в одну часть и давайте я сразу, давайте пропишем 2 косинус х минус 2 косинус в кубе х минус корень из трех, 1 минус косинус квадрат х равно 0. 2 косинус х вносим за скобки, остается 1 минус косинус квадрат х минус корень из трех, 1 минус косинус квадрат х равно 0. Одинаковые скобки выносим за скобки, окончательно группируем. 2 косинус х минус корень из 3 равно 0. И получается у нас обычное уравнение. Произведение равно 0, когда 1 из множителей равен 0. Отсюда у нас получается косинус квадрат х равно 1. Отсюда косинус х равен плюс минус 1. Косинус х равен 1, когда у нас 2 пика. А косинус х равен минус 1, когда пи плюс 2 пика. То есть можно сказать, что х равен пика. И сразу пишем, что капель надлежит Z, чтобы хотя бы раз-то где-то было написано. Здесь у нас получается косинус х равен корень из 3 на 2. Это у нас самое далекое. Плюс минус пи на 6. Х равен плюс минус пи на 6 плюс 2 пика. Так, давайте сделаем отбор корней. Отбор корней я буду делать двойным неравенством. Минус 7 пи на 2. Так, это пункт В. Минус 7 пи на 2. Кто не знает, как двойным неравенством делать, внимательно следим. Потом мы пишем корень. Я хочу пока поразмышлять над пика. И правый край у нас минус 2 пи. Минус 2 пи. Двойным неравенством вы точно не ошибетесь. Ну, по крайней мере, так принято считать. Ничего не потеряете. Делим все на пи. Получается минус 7 вторых. К. И минус 2. Получается минус 3 с половиной. К. И минус 2. Отсюда получается, что к равно минус 2. К равно минус 3. Отсюда получается, вместо к мы подставляем минус 2. В тот корень, который мы рассматривали. То есть это будет минус 2 пи и минус 3 пи. Хорошо. Еще два корня. Плюс пи на 6 плюс 2 пика. И минус пи на 6 плюс 2 пика. Давайте рассмотрим. Опять же пишем минус 7 пи на 2. Пи на 6 плюс 2 пика. Минус 2 пи. Делим все на пи. Это будет минус 7 вторых. 1 шестая. Так, плюс 2 пика. И минус 2. Намешает весь 1 шестая. Наша задача сделать так, чтобы в серединке была только к. Значит, мы вычитаем 1 шестую из каждой части. Минус 7 вторых. Минус 1 шестая. Здесь, если мы вычтем, она уничтожится. Будет просто 2 к. И минус 2 минус 1 шестая. Так, приводим к общему знаменателю. 7 метре 21, 22. Минус 22 шестых. 2 к. А здесь минус 2 целых 1 шестая. Минус 13 шестых. И делим все на 2. Получается минус 11 шестых. К. Минус 13 двенадцатых. Давайте выделим целые части. Посмотрим, а есть ли тут что-нибудь. Минус 1,5 шестых. К. Минус 1,1 двенадцатая. Никаких целых чисел у нас в этом промежутке нет. Значит, К у нас пустое множество. И последнее мы должны рассмотреть минус пи на 6 плюс 2 пика. Я вот это скопирую. И поставлю просто минус. Все делаем то же самое. Делим на пи. Это будет минус 7 вторых. Минус 1 шестая. Плюс 2к. Минус 2. Теперь у нас не просто 1 шестая, а минус 1 шестая. Поэтому прибавляем 1 шестую в каждой части. Это будет минус 7 вторых. Плюс 1 шестая. 2к. Минус 2 плюс 1 шестая. Здесь приводим к общему. Это будет 21. Это будет минус 20 шестых. 2к. Здесь будет минус 1,5 шестых. Переведем это в неправильную дробь. Это будет минус 11 шестых. Поделим все пополам на 2. То есть это будет минус 10 шестых. К. Минус 11 двенадцатых. Так, выделяем целую часть. Это будет минус 1,4 шестых. И минус 11,12. Тут нет целых. Значит, здесь у нас к равно минус 1. Так, я проверяю, чтобы все было видно. Да. Все видно. К равно минус 1. Значит, мы подставляем минус 1. Мы подставляем минус 1. Тот корень, который анализировали. Получается минус пи на 6 плюс 2пк. Минус пи на 6 плюс 2пи умножить на минус 1. То есть это будет минус пи на 6 минус 2пи. Приводим к общему 12. Это будет минус 13п на 6. То есть в ответ запишем. Во-первых, у нас был пункт А, где ответ был пи к и плюс-минус пи на 6 плюс 2пк. Пи к плюс-минус пи на 6 плюс 2пк. И куда-нибудь напишем, что к принадлежит z еще раз, чтобы проверяющий точно увидел. Никаких хода z у нас здесь не было. Корней, знаменателей, тангенсов, катангенсов не было. Логарифмов не было. И ответ для b вы можете прямо выделять для себя. На экзамене это тоже можно делать. То есть у нас минус 2пи, минус 3пи и минус 13п на 6. Минус 2пи, минус 3пи и минус 13п на 6.